Здравствуйте! В эфире информационная программа День города в студии Анны Герцовской. Сейчас коротко о событиях нашего региона. Заключение экспертов. Повреждения в доме на осеннем переулке вызваны невзрывом. Сквозные трещины в стенах появились из-за дождей и перепадов температур. Третья российская беда – очереди в поликлинику. У рязанцев не хватает терпения. Всем выйти из сумрака. Штрафы за тонировку вырастут в три раза. Очереди в поликлиниках можно назвать третьей российской проблемой. Бесплатная медицина для терпеливых, утверждают рязанцы. Чтобы получить помощь, очень часто приходится ждать, проходить несколько этапов записи на прием. Проблема обширная и некоторых людей волнует до такой степени, что они хотят возврата к старой системе записи к врачам в поликлинику. Электронная запись в интернете или в терминалах, стоящих в поликлиниках, все это должно улучшить качество обслуживания граждан. Но после получения электронного талона людям нужно в день приема вновь стоять в очереди в регистратуру, чтобы опять получить талон. Через интернет просто выбиваешь свою очередь, запись, время свое сбиваешь, потом приходишь сюда, талон. Граждане жалуются, что не всегда запись через интернет возможна. Бывают сбои системы. В регистратуре же работники поликлиники часто отказываются давать талоны без записи в интернете. Поэтому даже пожилым гражданам приходится осваивать навыки пользования гаджетами и учить новые для себя слова, такие как штрих-код. Нет, я не записываюсь. Я вот сегодня хотел записаться, а у меня в этом, как его, штрих-кода, да. Вот я хотел поставить, сейчас вот стою. Итак, сначала люди стоят за штрих-кодами, затем записываются в электронную очередь, после чего им, наконец, дают талон на прием к врачу в регистратуре. И после этого они попадают в живую очередь, в которой время приема, указанное на талоне, не работает. Люди спокойно могут просидеть в ожидании несколько часов, спрашиваются, зачем вообще нужны все эти талоны. Однако и на этом проблемы не заканчиваются. Терапевты, конечно, работают. Они живая очередь, они обслуживают. Сколько пришли, столько они обслуживают. Но с узкими, конечно, специалистами проблемы. Неудобно записываться, это раз. Лично я потеряла зрение глаз. Из-за того, что я три года не могла попасть в газнику. Нет талонов. Рязанка говорит, что если появляются талоны на окулисты, их моментально разбирают в интернете. А как быть тем, кто не владеет современными технологиями? Вот я, бабушка, у меня нет интернета. Какой мне интернет? Вот какой мне интернет? Вот как мы раньше, по молодости я была, мы работали. Две смены работала регистратура, две смены работали врачи. Если я работаю в первую, я могу прийти во вторую. И была живая очередь. Была очередь, конечно, в регистратуре, но такого не было. К любым специалистам я могла попасть, когда только захочу. Получается, что медицина не для всех, а для самых ловких и быстрых пользователей гаджетов. Но даже им приходится ждать приема порой больше месяца. У некоторых специалистов приемы расписаны надолго вперед. Как к министру на прием. Вот я сейчас должна пойти к глазникам. У меня с глазами плохо. Я сегодня-завтра могу ослепнуть. Когда замглавврача ходила, они кивают на область, на областное управление. Я не хочу сказать, что сами специалисты виноваты. Нет, это система наша. Это выше. Не все, но многие от безысходности идут к врачам в платные клиники. Там принимают те же доктора, что и в городских учреждениях. Это удовольствие достаточно дорогое. К тому же, пусть и считается, что медицина в нашей стране бесплатная, за обслуживание граждан все же платят страховые компании. А им государство, которое стремится сделать медицину более доступной. Или же скрыто пытается отправить граждан в платные клиники. Ответы на эти вопросы мы ждем от представителей заинтересованных сторон. 11 ноября были завершены демонтажные работы в первом подъезде дома на осеннем приулке. Полностью выполнены работы по остеклению. Произведен запуск отопления. Круглосуточно идет реконструкция первой секции дома. На сайте мэрии говорится о том, что второй подъезд полностью подготовлен к заселению. В квартирах завершен ремонт систем коммуникаций. Восстановлено газы и водоснабжение. Подключено отопление. Проведен ремонт оконных блоков. Застеклены лоджии в квартирах и подъездах. Восстановлена работа лифта. Тем не менее, трещины в стенах и потолках от глаз не скроешь. В последствии взрыва заставляют бояться возвращаться граждан жить в свои квартиры. Наши журналисты не раз рассказывали об этом. И теперь, когда подъезд, в котором произошел взрыв, объявили годным для проживания, решили убедиться, так ли это на самом деле. Вывод эксперты исследовательского центра строительных изделий и конструкции делают следующий. Секция в целом пригодна для проживания. Она гласит следующее. Повреждения конструктивных элементов жилой секции вызваны температурно-влажностными воздействиями вследствие неправильной эксплуатации здания. Повреждения, вызванных взрывным воздействием, не обнаружено. Трещины там, выпадение рустовых швов и так далее и тому подобное, что мы здесь вообще наблюдали. То есть у нас рамы все вылетели, да. То есть они вылетели и появились вот эти трещины не по причине взрыва, а по причине неправильной эксплуатации нашего дома. Но там указан не наш адрес. Там указан дом 4, литера А. Такого дома здесь нет в Рязани носа. Заходим в подъезд и все вроде бы, как и в любом другом. Работает лифт и горит свет. Только вот как-то подозрительно тихо. Ничего удивительного нет. После взрыва в квартире соседнего подъезда люди сюда возвращаться боятся. До сих пор по родственникам и знакомым. Страшно. Дмитрий проводит нас в свою квартиру. Она на 10 этаже. Еще несколько недель назад за стеной была лестничная площадка первого подъезда. Теперь улица, а в стене в ванной трещина. На днях пришла соседка снизу. Говорит, залили. В ванной с потолка течет вода. Вот только супруга Дмитрия не стирала и ванной не пользовалась. Семья здесь не живет. Вчера мокрый снег был и дождь. И потекла лужа. Здесь все было по щиколотку в воде. Залили мы соседку внизу. Она прибежала. Говорит, у меня льет. Это, говорю, не мы. Мы не стираем тут, не моемся. Это все с улицы. Прибежал какой-то рабочий, сказал, сейчас салаван там натянем. На кухне в стене тоже трещина. Установлены маячки. Из окна еще недавно можно было переговорить с соседями. Сегодня можно только наблюдать за работой строителей. Вадим с супругой тоже живут во втором подъезде. Но также боятся возвращаться домой. Несмотря на то, что его объявили безопасным для жизни. Не дают никакое заключение. Ну как можно въехать в дом, который, может быть, завтра рухнет? Сделайте, ну, по-человечески, да, дайте заключение. И люди, может быть, там, у кого более-менее... Но все равно каждый человек хочет вернуть свою квартиру. Но, как бы, страшно очень. Потому что, ну, заключения вообще никакого нет. Отдать официальное заключение, где вы подпишите бумажки, что да. Ну, как бы мы ходим на собрание, да, смотрим, кто-то говорит, у кого-то трещина, у кого-то еще что-то. У нас под натяжным потолком, может быть, тоже есть, но мы не знаем этого. На прошлой неделе в СМИ прошла информация, что режим ЧАЕ со второго подъезда снят. Поэтому жильцы могут заселяться. Мы продолжим следить за ходом развития событий. Кажется, со стоимостью бензина 40 рублей за литр. Автомобилистов уже сложно испугать штрафом в 500 рублей. А именно такое административное наказание назначено за тонировку лобового и передних стекол машины. С проблемой, в свою очередь, продолжают бороться сотрудники ГИБДД. Они напоминают, что чрезмерная тонировка может привести к ухудшению обзора водителя и, как следствие, к ДТП. Всем выйти из сумрака. Сегодня в Рязани сотрудники ГИБДД выявили десятки нарушений по тонировке автомобилей. Напомним, что по закону пропускная способность света для лобового и передних боковых стекол должна составлять не менее 75%. Однако многие водители не обращают внимания на существующие нормы. 12,5% в одном месте. Мерим во втором месте. 12,5% также показывают аналогично. В случае нарушения водитель должен снять тонировку в течение суток и оплатить штраф в размере 500 рублей. Но эту цифру не пугает рязанцев. Ведь если внести оплату в течение первых 20 дней, то получишь скидку 50%. Поэтому многим проще откупиться от государства и продолжить ездить так, как им нравится. Признавать свою вину они отказываются. Мне вообще не мешает. Кому мешает, тот не и клеит. Кому нормально, тот и клеит. В принципе, нормально. Это машина служебная вообще-то. Ну, была. Ну, может, не такой степень. Я говорю, машина стояла на ремонте, вот только ее забрали. Может, какие-то недостатки есть. Все. Однако с 1 января 2017 года сумма штрафа повысится в три раза и достигнет полутора тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафа увеличится до пяти тысяч или будет заменена на арест до 15 суток. Сотрудники ДПС надеются, что эта мера поможет людям задуматься о том, что тонировка – это не развлечение, а дополнительная угроза на дороге. Тонировка, в первую очередь, снижает видимость. А вот в осенне-зимний период, когда световой день сокращается, когда улицы серые, пешеходов и так не видно, а еще и тонировка на стеклах не позволяет водителю вовремя заметить какую-то опасность. Страшно представить, но платой за сильную тонировку может стать чья-то жизнь. Поэтому сотрудники ГИБДД призывают всех водителей проявить бдительность на дороге, аккуратно управлять автомобилем и не нарушать правила дорожного движения, к которым относятся и требования по тонировке машины. Во многих районах Рязани актуальна проблема благоустройства города. Долгие годы стоят разрушенные здания. Нетронутыми остаются пустыри, заваленные мусором. Местами город все же преображается, становится красивее и уютнее. Вместо развалин появляются новые скверы. Достаточно вспомнить парк имени Александрова на улице Советской армии в районе Дашковой песочни. Такой же парк должен открыться и на улице Тимакова, но уже два года работы начать не удается. Почему? В репортаже Калина Ершовой. Грязь и пустырь вместо красивой набережной. Около Черезовского пруда в Дашковой песочни уже два года не могут приступить к благоустройству территории. Компания-подрядчик найдена, план обустройства разработан, специалисты и техника готовы. Однако проведению работ мешают гаражи, незаконно расположенные вдоль прудов. Согласно городостроительному зонированию, этот участок относится к зеленой зоне ИР-3, где могут находиться только спортивные и оздоровительные комплексы. До 2018 года это место должно стать прекрасным парком и центром общения молодежи и взрослых. Вдоль прудов планируется обустройство набережной с лодочной станции, также размещение спортивных и детских площадок для обеспечения досуга граждан нашего города. Но на сегодняшний день закончить начатую работу не представляется возможным из-за наличия на территории незаконных гаражей. Сейчас за глухим железным забором бывшая территория гаражного кооператива Черезовский. Два года назад, в ноябре 2014-го, администрация города расторгла договор аренды земли с кооперативом. Владельцы гаражей должны были освободить территорию. Около 600 из них это сделали. Однако порядка 100 гаражей продолжают оставаться на месте. Несколько человек подали в суд и проиграли. Людей можно понять, они лишились годами насиженного места. Но в арендатор пошел им навстречу. Людям предложили получить денежную компенсацию за утилизацию гаража или помощь его перевозке на новое место. Компания по-прежнему выплачивает компенсации тем собственникам, кто добровольно соглашается освободить земельный участок. Ну а нарушителей ждут штрафы за самовольный захват земельных участков. Тем временем сотрудники управления Росреестра составляют свой список нарушителей. Владелец этого бокса был вызван в суд. Однако там заявил, что не имеет к гаражу никакого отношения. Именно так выступает большинство официальных владельцев. Видимо, никто не хочет платить штраф за незаконный захват земли. Ведь именно так теперь с точки зрения закона выглядит размещение гаражей на этой территории. Чтобы приступить к облагораживанию места, представители нового арендатора вынуждены начать принудительный вывоз гаражей. Мы производим опись имущества, находящегося в гараже, совместно с представителем гаражного кооператива и сотрудником полиции. Только после этого гараж вместе со всем имуществом передается на ответственное хранение. Если вдруг обнаруживается собственник гаража, то он может обратиться в компанию и при предъявлении документов, подтверждающих право обладания, получить гараж вместе со всем имуществом обратно. Срок хранения гаражей пока не ограничен. Однако людям лучше не затягивать, потому что на сумму штрафа могут начать начислять пение. Мы надеемся, что владельцы незаконных построек проявят свою гражданскую ответственность и помогут компании «Зеленый сад» как можно скорее превратить жуткое место в ухоженную набережную, на которой будет приятно гулять и отдыхать всей семьей. И в завершение о спорте. В Рязани состоялся турнир по мини-футболу, носящий название «Кубок Есенина». Для участия в нем на стадион «Спартак» приехали команды из всего Рязанского региона и других областей. Среди прочих спортсменов выступили представители политических движений. О том, как развивается массовый спорт в нашем регионе и в России, в следующем сюжете. Морозное утро и легкий снег – не помеха для настоящих спортсменов. В воскресенье на стадионе «Спартак» прошел турнир по мини-футболу за «Кубок Есенина». В нем приняли участие 32 команды из Москвы, Липецка, Тамбова, Твери, Пензы, Рязани и Рязанской области. Для молодых ребят турнир – это отличная возможность ощутить вкус победы и проверить силу духа, познакомиться с такими же горячими единомышленниками и увлечь за собой других. Само участие – это пример для всех остальных. Прибегают просто ребята из соседних дворов. Сегодня они болельщики, а завтра спортсмены. А послезавтра они тот народ, который будет страну делать великой. Поэтому наши появления тут не случайны. И будут турниры других видов спорта. Обязательно будем поддерживать. Волейбол, баскетбол, футбол, лыжи, фигурное катание. Партия КПРФ активно развивает массовый спорт, выступая в качестве помощника и спонсора. Так, при ее поддержке Денис Аглобин стал чемпионом мира по жиму штанги лежа. А команда по мини-футболу уверенно держит четвертое место в Суперлиге России. Ну и, конечно, партия продвигает законы, которые помогут мальчишкам и девчонкам расти активными и здоровыми. Мы не раз предлагали законопроекты о развитии и возрождении детских спортивных школ, детско-юношеских. О том, что в каждом дворе были свои спортивные площадки. И ребята в любое время могли погонять в хоккей, в футбол. Ну просто там турнички простые сделать. Это все государственное большое дело. Забывать о нем нельзя. Возможность заниматься спортом без дорогих абонементов и прямо рядом с домом – это ключ к здоровью каждой семьи. Родители собственным примером могут вдохновлять детей, передавая спортивные традиции из поколения в поколение. А турниры среди дворовых команд помогут скорее заметить собственные успехи и открыть новые секреты любимого вида спорта. На данный момент это все. Следите за новостями на нашем сайте город62.тв. Я с вами прощаю. Желаю вам отличного настроения и крепкого здоровья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok